Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рейдж и сегодня у нас очень интересный и полезный видосик, потому что в этом виде я вам расскажу про новую Панаму на сервере, ей обновили характеристики и изменили цену, в принципе эта тачка и так раньше была ликвидом, ее очень много людей покупали, а сейчас их еще больше стало на сервере, потому что за эту цену эта тачка просто имба, ну короче чуть попозже расскажу. Также я случайно вчера нашел всего лишь один параметр в хендлинге, ну в чипе, в настройке, благодаря которому тачки мои стали ехать еще лучше, про него я вам сегодня тоже расскажу, и еще я полностью сброшу чипец на Панаме, настрою его с нуля, буду объяснять что за что отвечает, для того чтобы вы перестали у меня спрашивать каждый день по несколько раз чипы. Мне в принципе не сложно помогать ей говорить то, что вот это есть в видосе, это есть в этом видосе, это в другом видосе, поэтому сегодня в любом случае короче будет гайд по чипам, и еще есть в принципе куча хороших новостей, но это уже на следующее видео связаны эти хорошие новости с дрифтом, потому что теперь на дрифтовых тачках всего 2 передачи, вместо 5 как было раньше, и теперь в затяжных поворотах у вас не будет сбрасываться дрифтец, из-за того, что передача долго переключается и набираются обороты долго, невозможно было короче, ну возможно, но было очень сложно проходить затяжные повороты, а также я расскажу как настроить дрифт карчины, потому что там тоже есть очень много нюансов, особенностей, которые очень легко настраиваются, про них просто нужно рассказать, потому что да, я нахожусь на тестовом сервере, конечно же опять, и тут я все свои дрифтовые тачки смог настроить просто идеально, и еще некоторое время назад у меня с этим были проблемы, короче ладно, это уже про следующий видос, по поводу панамы, стоила она 8 миллионов, и максималка у нее была 285 или 290, что-то такое, сейчас она стоит 9,4 миллиона, и максималка у нее стала 320 километров в час, А еще это лучшая тачка по управляемости, когда подсохнет дорога, я вам покажу как она едет, просто оставайтесь, смотрите, ну вот вам небольшой спойлерок, как она поворачивает, но это сейчас дорога мокрая, и чипец настроен не на 100%, еще кстати у меня забагался спойлер, почему-то у меня спойлер перестал открываться, хотя, ну это на тестовом сервере просто баги, на тестовом сервере много багов, на основе их нет, но не переживайте, на основе тачки еду так же, как и на тестовом сервере, Так что то, что я вам покажу, разумеется, применимо и к основному серверу, это логично, для этого и нужен тестовый сервер, смотрите, я полностью сбрасываю чипец на панаме, и вот как она начинает ехать, ну то есть и так сразу ясно-понятно, то что не едет она никуда нихуя, Давайте объясню вам, как работают чипы, и тот параметр, который всего лишь один позволил мне вот так вот настроить панаму, и остальные другие мои тачки про него, я конечно тоже расскажу, но по порядку, когда мы до него дойдем По поводу чипа, тут вообще все невероятно плохо, невероятно сложно, я пытался настроить тачки по логике, то есть как в реальной жизни, как например в каком-нибудь симуляторе, ну подобие симулятора типа моторспорта Форзы, или как в аркадах типа Хорайзона 3, 4, 5, я пытался здесь так же настраивать тачки, поэтому у меня и не получалось очень хорошо И да, я сейчас скажу одну вещь, разумеется, я не топовый настройщик тачек, потому что есть люди, которые реально по несколько дней сидят, изучают хендлинг, настраивают тачку по несколько дней, им все равно не нравится как она едет, они начинают еще больше, еще столько же времени тратить, потому что видят потенциал в настройке Мне все это было неинтересно, поэтому я этим не занимаюсь, то как едут мои тачки меня и так устраивает, но тут Гула сказал то, что он настраивал мою регеру, пытался настроить, ну мой хендлинг, он сказал то, что у меня хендлинг получился идеальный и типа лучше уже регеру не настроить Это кстати было удивительно, да, я к чему клоню, у меня все тачки были идеальные для меня, но этот параметр, про который я вчера случайно узнал, благодаря нему тачки сейчас станут ехать еще лучше Поэтому да, все, теперь я точно могу сказать, что мои чипы идеальны, лично для меня, разумеется, типа вы можете взять тачку и настраивать управляемость, угол поворота, комбинировать там жесткость, мягкость, бла-бла-бла И у вас тачка будет ехать лучше, чем моя, но мне этого не нужно, я настраиваю тачку чисто под себя Усилие на привод, короче, давайте начинаем с самого нелогичного, что есть на сервере, смотрите, 0-0 это задний привод, 0-5 это полный привод, 1-0 я прям даже напишу так, как написано, смотрите, 1-0 Применяю и у меня сейчас должен быть передний привод, мы просто въебываемся в стену и смотрим, видим то, что у нас полный привод, а не передний Поэтому да, то, что написано в хендлинге, как я говорил, то, что я пытался настраивать тачки по логике, это не работает Тут надо настраивать по факту, изменять один параметр, прям очень сильно записывать прямо на видео, пересматривать видос и смотреть, что изменилось И самому пытаться понять, что изменилось По поводу управляемости, тут все просто, ладно, тут нас хотя бы не обманули, потому что управляемость, это как раз таки управляемость Чем больше вы ставите управляемость, тем лучше у вас тачка проходит поворот на протяжении всего поворота Например, огромные какой-нибудь дуги, вот на прохождение всей этой дуги влияет управляемость Объясняю, что я имею ввиду А если вы поставите угол поворота колес в 80, у вас тачка очень резко начнет входить в поворот Но потом у вас будет недостаточная управляемость, потому что какая разница в 80, блять, или 180, или миллиард 180 у вас выбор от колес Если когда вы едете, у вас колеса не вот так вот встают, а они всего лишь чуть-чуть наклоняются, то есть на несколько градусов Ну это логично, да, ясно, понятно Но в GTA это работает так, то что выбор от колес, если вы ставите большой, у вас тачка не будет лучше рулиться на протяжении всего поворота Это так не работает, поэтому для того, чтобы тачка рулилась на протяжении всего поворота хорошо, меняйте управляемость Тут следующее, это очень... пиздец, я не понимаю, как это работает Тормоза ставите на двоечку, окей, это понятно Усилие ручника, смотрите, какой максимальный параметр двоечкой Ну ставим двоечку А может можно троечку поставить? Ну, можно и троечку поставить А четверочку подождите поставить А может и пятерочку, блять, можно поставить Да, хоть пятерочку нахуй ставь Нам вообще посрать, какие ты параметры будешь ставить Написано максимум двоечка, максимум пятерочка Короче, сейчас переходим к физике GTA V В реальной жизни и в играх всегда все ставят усилие ось торможения 0.5 То есть это значит, что перед и зад у вас тормозит одинаково Но когда вы тормозите, у вас перед наклоняется Поэтому обычно ставят где-то 0.55-0.57 ось торможения, чтобы у вас тачка начинала тормозить нормально Мне вчера Гула сказал, что я ставлю неправильное торможение Я говорю, блядь, а сколько правильно? Я говорю, правильно 0.5, но так, говорю, тачка вообще не будет на сервере тормозить Он говорит, нет, надо ставить единичку Я говорю, ты что, блядь, дурак? Я говорю, ты сам хоть понимаешь, что говоришь? Единичка, это значит, что будут тормозить только передние колеса? Я говорю, как ты себе это представляешь? Я говорю, иди попробуй на какой-нибудь джиге, либо на любой, вообще не важно, любой тачке Либо в любой игре в симуляторе поставить торможение ось, только передние колеса Я говорю, что выйдет? Он, блядь, не важно Короче, да, суть в том, что если вы в GTA 5 ставите ось торможения чисто на передние колеса У вас тачка тормозит лучше, будут пруфы, я это все покажу Потому что я уже с этим экспериментировал Короче, да, ось торможения ставьте единичкой, будет имба Я на самом деле не хотел узнавать эту инфу Я узнал ее абсолютно случайно вчера от Гула Когда он мне сказал то, что я немного... Ладно, чуть позже объясню, как это произошло Схождение передних колес я никогда не трогаю Схождение задних колес, ну точнее, никогда я не трогал И кастор я тоже никогда не трогал, не считая того момента, когда я на шелбаре Просто по приколу решил поставить вот такие параметры И посмотреть, что из этого будет У вас немного остановится схождение, развал таким образом То, что у вас задние колеса чуть-чуть становятся домиком Ну, должны были, по крайней мере, встать Тут ширина, наверное, настолько огромная, что это незаметно Короче, шелбар стал ехать лучше Я так и оставил На самом деле, всегда все оставляют вот самые стандартные параметры То есть, прям вот такие вот параметры, которые есть Их обычно и оставляют Поэтому сюда я даже не лажу, просто оставляю так и все Сцепление колес в поворотах Окей, это тоже логичный параметр Ставите пятерочку, у вас дохуя зацепа Пробуксовка колес Ставите максимальные 4 и 5 И у вас становится еще больше зацепа Ну, то есть, все всегда ставят 5 и 4 и 5 Для того, чтобы у вас тачка ехала максимально быстро С максимальным зацепом Боковая сила сцепления Давайте на примере дрифт-корча приведу Если вы ставите боковую силу сцепления 27 То у вас тачка начинает очень приятно ходить боком в маленьком углу То есть, если вы поставите боковую силу сцепления 1 На дрифт-корчине Она у вас будет ехать либо в углу 90 градусов Либо только прямо Она не будет уметь ехать боком в маленьком углу А если вы ставите боковую силу сцепления 27 То у вас тачка начинает ехать вот так, как я сейчас вам показываю Потому что сегодня я Питова учил Ну, это тоже мини-ютюбер, друган Я его учил ходить боком И показывал ему то, что вот с маленького угла С очень маленького угла нужно ставиться в больший угол Так будет нормальная скорость, ну, для некоторых участков Короче, вот Боковая сила сцепления у вас должна стоять 27 Для того, чтобы вы могли контролировать тачку По поводу обычных автомобилей Абсолютно не важно, что вы сюда поставите Хоть напишите десяточку, хоть напишите 13 Хоть 13285 Ладно, 2854 Вообще не важно, что вы напишите Этот параметр вы сможете скорректировать Выворотом колес и трансмиссией То есть я на шилбаре ставил боковую силу сцепления единичку И делал чуть-чуть меньше управляемости Тачка ехала точно так же Потом я ставил опять боковую силу сцепления Где-то около 15 Но чуть-чуть наваливал выворота колес И тачка ехала опять так же Поэтому вообще не важно, какой параметр вы сюда напишите Управляемостью вы все равно сможете его скорректировать Этот параметр забейте на него Хуй, вот это очень важный параметр Его нужно ставить 0-0-0-0-0-0-0-1 Чем ниже этот параметр, тем лучше у вас тачка едет со старта Смотрите, опять же И опять же сейчас расскажу немного про логику Вот вы видите, что тачка начинает ехать прям вообще очень бодро Со старта прям заебись А если вы ставите 1-5, у вас тачка перестает вообще куда-либо ехать Я думаю, сами прекрасно видите Со старта она вообще не едет И вот, это очень важный параметр на дрифт корчинах У вас на дрифт корче обязательно должно стоять вот так Потому что у дрифт корчей и так очень мало зацепа А если вы поставите вот так, то вы вообще никогда в жизни не тронетесь с места Поэтому вот, вот такой параметр Смотрите, прикол Сила сцепления транспортного средства при низкой скорости Я думал наоборот, чем больше вы поставите силу сцепления Ну это я давно еще думал, так-то я знаю, как работает этот параметр То тем больше у вас будет зацепа Но нет, чем меньше, смотрите, чем меньше вы ставите зацепа Тем больше у вас зацепа То есть, описание хендлинга, ну это пиздец полный Переходим в подвеску Я всегда ставил силу подвески 3 Я всегда ставил интенсивность хода подвески 0.5 И интенсивность хода подвески на высоких скоростях ставил 2.5 И не было ни одного автомобиля из всех, которые я тестил на тестовом сервере Которые я тестил на основе, которые я себе покупал Не было ни одной тачки, где бы меня подвели эти настройки Они всегда у меня такие И меня абсолютно всегда все устраивает Я вам сейчас покажу, как едет Панама И Ай-8, и Lotus, которые я до настроил Вы поймете то, что ну в принципе все Тут больше ничего не нужно в принципе И параметры, отвечающие за высоту подвески Я думаю, тут и так все понятно Но на самом деле, как рекомендовал мне тот же самый Гула еще давно Параметры, отвечающие за высоту подвески, ставите вот так И если вас не устраивает то, как выглядит подвеска Просто едете в тюнинг И именно в тюнинге уже поднимаете подвеску Точнее кузов уже поднимаете И тогда тачка у вас начинает ехать хорошо Ну а сейчас мне похуй, потому что это не моя тачка Это тачка для тестового сервера И вот эти вот пару процентиков, как она там будет дерулиться Мне вообще похуй На что мне не похуй? Давайте сначала расскажу Я в прошлом видосе Немного под конец донастроил тачку И она начала хуже тормозить И мне как раз Гула говорит Жек, так у тебя тачка начала хуже тормозить Потому что ты сделал подвеску мягче А, потому что ты сделал подвеску жестче, по-моему Я говорю, так подожди, она просто сделала ее мягче Он говорит, нет Этот параметр работает не так Ты не сделал ее мягче, ты сделал ее жестче А я говорю, да блять, да не может быть Там есть параметр Минимальная высота кузова И максимальная высота кузова То есть представьте, есть у вас автомобиль Он находится, например, на высоте 20 сантиметров Если вы делаете максимальную высоту кузова, например, 0,5 То, грубо говоря, у вас подвеска вверх может отработать еще на плюс 50 сантиметров Но это просто образно А если вы ставите минимальную высоту меньше, например, вот так То у вас подвеска вниз вообще ходить не должна А, кстати, можно такой параметр? Да, такой параметр тоже можно поставить Хотя диапазон написан вот такой То есть если вы поставите вот так Минимальную, максимальную Прям разожмете ее То у вас тачка и вверх, блять И вниз будет прыгать как ебанутая Просто как, блять, попрыгунчик Пружина расслабленная, старая, мягкая Нет, этот параметр работает не так И мне когда Гула сказал, как правильно этот параметр настраивать То есть вот сюда не смотрите Максимальная высота кузова Просто заклейте скотчем вот это место на экране И идите настраивайте тачку без описания вот этих параметров Потому что оно абсолютно неправильное Вот я сейчас поставил так, чтобы у меня тачка и вверх была разжата по подвеске И вниз была разжата по подвеске Но тачка у меня наоборот стала более собранная какая-то Более адекватно стала ехать Подвеска стала, ну не то чтобы прям сильно жестче Прям сильно мягче Короче, я не понял, как работает этот параметр Как я всегда настраивал Я ставил 0.1 А здесь ставил примерно 0.15 И таким образом меня вполне устраивала, короче, подвеска Меня вполне устраивала то, как едет тачка То, как подвеска отрабатывает Ну да, на Панаме, разумеется, нужно подвеску поставить повыше, само собой И я всю жизнь катался так Просто потому что, ну мне казалось, что вот вверх-вниз она работает вот на такую высоту Вполне заебись Мне что Гула рассказал вчера То, что наоборот, надо вот эту вот высоту ставить больше А вот эту ставить ниже И тогда тачка начинает ехать лучше И пошлите, короче, я вам покажу, как едет Панама И еще пруфы потом дам Чекайте Это, кстати, не угол поворот, не управляемость не настраивал И без настройки угла поворота и управляемости Панама едет Я хуй знаю, у меня слов нет, как она едет Я уже на ней относительно долго накатался И я все еще не могу поверить, что, в принципе, автомобиль может ехать вот так Ну вы посмотрите на этот пиздец, что это за вруливание Как это назвать? Да Если вам нужны пруфы, можете пойти пересмотреть мой видос по Ай-8 И вы увидите, как ехал Ай-8 Сейчас я вам кое-что покажу Опять же Я реально, Гула, не поверил, что эта хуйня сработает Потому что это нелогично, то, что он мне показал Но я поставил вот этот вот верхний параметр 0.16 А этот, ну 0.15, 0.16 А этот поставил наоборот, ниже И в итоге, смотрите, что у меня произошло с моей Ай-8 Она начала рулиться примерно так же, как Панама То есть Ай-8, ну перескрите тот видос Она реально начала гораздо лучше ехать И вот в этом и есть смысл Я всегда ставил 0.1, 0.15 А надо было просто ставить наоборот 0.15, 0.1 и все То есть, серьезно, я сколько настраивал тачки И всего лишь, ну то есть я, оказывается, и так уже почти идеально настраивал тачки И был всего лишь один параметр, который нужно было поменять местами То есть, реально это занимает буквально пару секунд И все, у вас тачка начинает ехать гораздо лучше Но тут слишком много трамплинов, тут непонятно Вот тут, в принципе, понятно Вот тут нормальное место для того, чтобы показать, как едет Ай-8 Ну, типа все Ай-8, Панаму, Лотус Точно есть смысл покупать? А, ну и да Я думаю, вы помните, как ехал Лотус Мне он понравился, как едет Но, разумеется, с Ай-8 его сравнить невозможно было В итоге, на этом Лотусе я поменял настройки На точно такие же, как на Ай-8 То есть, поставил максимальную, минимальную высоту Немного изменил в разные стороны И все, Лотус после этого тоже начал ехать прям очень хорошо Да, он не так хорошо едет, как Ай-8 Ну, хотя, блядь, как Ай-8 Не так хорошо едет, как Ай-8 Но хотя я вот сейчас что-то катаюсь Когда уже отвык немного И что-то понимаю То, что, блядь, он вообще охуенно едет Ну, то есть Да, ему, кстати Я забыл кое-что сказать После того, как вы выставляете максимальную, минимальную высоту Так, как сделал я У вас тачка становится еще более стабильной И теперь вы можете Еще больше навалить управляемости И еще больше угла поворота колес То есть Спасибо Гульнара Большое за то, что рассказал мне про этот параметр Хотя я не хотел этого узнавать Потому что мне и так нравилось Какие эти тачки И большего я не хотел И я не хотел по несколько дней сидеть с тачками Ковыряться в них Для того, чтобы их супер идеально настроить Но теперь Благодаря Гула Я узнал, как настраивать этот параметр И теперь я хочу, блядь, еще лучше настроить тачку Короче, Гула мне все сломал Теперь я буду, походу Да не, все равно Не, в пизду Я не хочу все равно так хорошо разбираться в чипах Но вы посмотрите Потому что и так То, что я сейчас знаю про настрой Этого, ну, вполне достаточно Для того, чтобы просто идеально настроить тачку Вы скажете то, что это не идеально Да вы охуели Что ли, блядь Поехали просто По приколу Покажу, как едет Панама По той звилистой дороге Типа на восьмой гонке Вы сейчас пиздец поржете Точнее не поржете Я просто, я не знаю Я не знаю, какое у вас будет лицо Кстати, управляемость-то я забыл настроить Панаме Потому что она все еще очень стабильна Чекайте, меня не разворачивает Ничего не происходит Ну, типа, когда газ в паласт нажимаешь Ну, можно просто, типа, это адекватно делать Поэтому, да, Панаму можно еще лучше настроить Да, я забыл тормоза вам пруфануть Точняк Ну, вот как раз сейчас подъезжаю вот сюда Пруфую вам то, что ось торможения Полностью на передние колеса Делает вот так Посмотрите на... Ну, вот, короче, где-то Вот здесь я начал тормозить Короче, метров 30-40 Я тормозил с 300, блядь 20 км в час Это полный пиздец Поэтому, вот, пользуйтесь моими настроечками Моей информацией Жду от вас лайк Подписку Также заходите, кстати, играйте на проект Если вы все еще тут не играете И тут, я не знаю Тут вообще можно просто нихуя не делать Можно вообще Такой, о, засмотрелся А, бля, да похуй Газ не отпускаю Все равно дальше едешь Типа такой пострел Ой, бля, поворачивать же надо Ебать Вообще похуй Просто газ не отпускаю Поворачиваешь вообще хоть куда Это что за хуйня? У вас есть информация? То есть, я просто не могу привыкнуть И не могу осознать то, что тачка едет настолько хорошо При том, что, опять же Я не угол поворота колес Не управляемость Вообще нихуя только что не настроил Я просто сразу приехал сюда После того, как вам объяснял, как едет тачка Ну, то есть, есть ли вариант тут проебаться? Да, по-моему, вообще никакого Сюда мы тоже заезжаем абсолютно газ в палац В этой дуге никаких проблем у нас не будет Вот в этой Ну, как бы Да, тут надо чуть-чуть было постараться Для того, чтобы заехать Да, хотя нет Надо постараться, чтобы не заехать на газ в палац То есть, гонки на панаме будут очень скучные Вы просто нажимаете газ в палац И такие, блядь, просто иногда поворачиваете То есть, на этой тачке от скилла уже вообще ничего не зависит Ну, то есть Максимум, какой скил вы можете показать Это заехать вот в этот вот поворот Но тут, как бы, тоже у вас никаких проблем не возникнет Все, это, как бы, почти лимит Почти идеал, насколько возможно было хорошо его проехать При том, что, опять же, повторюсь Да, вы можете настраивать интенсивность, силу подвески Вы можете поставить 0.25 Не знаю, может что-то изменится Управляемость 0.49 Но мне это неинтересно Потому что, опять же, я говорю Не хочется задрачиваться прям настолько, чтобы сидеть по несколько дней над тачкой Как это делал Гула Кстати, смотрите, типа нам осталось еще лучше ехать Пиздец Давайте чекнем тормоза от какого-нибудь ориентира От какого? Где тут, блядь, какая-нибудь сплошная на дороге нарисована? Вот от этого знака Оп, от знака я начал тормозить Ну и вот это вот 320 км в час Ну это пиздец Типа И да, то есть торможение только на передние колеса АБС-ка тут срабатывает, грубо говоря, так То, что не видно, тормозят ли у нас все-таки задние колеса Хотя из-под них дымок тоже пошел Непонятно, короче, как работает хендлинг Просто теперь чуть-чуть более понятно, как работает хендлинг на сервере Ну давайте посмотрим последние три поворота И я как раз с вами попрощаюсь То, что как бы, типа, да, она еще подпрыгивать перестала Я говорил то, что этих параметров у вас еще и тачка гораздо меньше начинает подпрыгивать Это прям вообще просто имба И... бля Все, всех люблю, всем спасибо, что смотрели Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok